Привет всем! С вами Светлана. Я сегодня хожусь в Джиммитэ. Первый проезд. И у нас начался сезон. Давайте смотреть, как тут кипит жизнь. Люди отдыхают, плавают, загорают. Надеюсь, будет полезным, интересным это видео. Мы пока с вами пройдемся, получается, по пляжу вдоль моря. От первого проезда до Динамо. И там же потом с моря уйдем на Пионерский проспект. Сказать, что здесь кипит жизнь, это ничего не сказать. Реально, вовсю просто отдыхают люди, плавают, купаются дети, взрослые. На пляже была информация, что температура воды всего 22 градуса, температура воздуха 28 градусов. В принципе, я сейчас уже зашла немножко в водичку. Может быть, из-за того, что сегодня не так жарко, как обычно. Немножко чувствую прохладу, но на самом деле все прекрасно ощущается. Люди же приехали на отдых. Смотрите, вода чистая, это самое главное. Все так переживают за нашу камку. О боже мой, у вас грязь, у вас камка. Да посмотрите, какая чистота и красота. Разве есть здесь камка? У нас столько пляжей, в Анапе. Просто огромное количество. Не пересчитать по пальцам. Очень много разных вариантов, где можно поплавать. Все время говорить о том, что у вас грязное море. Это просто вы, значит, не смотрели остальные пляжи, потому что у нас течение такое. Иногда, да, прибивает камку, особенно когда долго стоит жаркая погода. И, например, полный штиль, то да, могут прибивать камку, но опять-таки она же не все, не по всему побережью. Течение куда-то в какую сторону раз, прибило и все. И появилась камка. Прошло время, поменялся ветер, течение пошло в другую сторону. И камка прибила уже в другую сторону. Ну вот мы сейчас идем. Вы же видите, да, чистая водичка. Просто прозрачная. Очень-очень много людей на пляже. Мы уже отошли от прохода первого проезда. Сейчас идем в сторону, получается, гостевого проезда, там, где у нас пляж Динамо находится. Пока что замеряю температуру воздуха, потому что я ее буквально три минуты назад вообще из сумки достала, термометр. Пусть он прочувствует температуру воздуха возле моря. На ветру, скажем так, побудет, чуть-чуть побарахтается. А мы тем временем пойдем дальше. Вот здесь вот видите, уже место свободнее, больше места, где отдохнуть. Даже здесь есть люди и правильно делают, что отходят от центральной части. Вот, кстати, кусочек небольшой зеленой водички. Небольшой, потому что дальше там опять будет чистое море впереди. То, о чем я и говорю, то есть кто ищет камку, он ее найдет. А кто ищет чистый пляж, конечно же, найдет берег с заходом в аду чистый, спокойный, красивый. Поэтому смотрите сами. Я всегда рекомендую, если даже вдруг вы камку где-то увидели, отойдите вправо-влево, и у вас сюда будут прекрасные пляжи. Вот у нас кукурузу носят и еще всякого всякого вкусного. То есть кипит торговля возле пляжа. Видите, даже не смотря на то, что здесь мало людей, относительно все равно торговля идет своим чередом. Кстати, сейчас вам небольшое объявление сделаю. А то давно я об этом не рассказывала. Пора бы уже, наверное, вас познакомить с одним из развлечений, которые я предоставляю в этом году уже третий год подряд. Вы знаете, что я занимаюсь всякими развлечениями на курорте, не только расселением. Сейчас мы поставим тапочки, развернемся. И давайте вот так вот красиво на фоне моря. Я приглашаю всех вас на джипинг. Можно сказать, мы наконец-то открылись. Ну, ребята работают с 21 числа, но маршрут проработали вот к первому июля. И теперь я могу смело вам рассказать, что вас ждет, куда вы поедете, как это все будет происходить. Смотрите, вас забирают с Витязева, с Джимите, с любого вашего адреса по Витязевой Джимите. Город относится к другим ребятам, поэтому по городу ничего не могу подсказать. Есть вариант доехать до Пионерского проспекта, и мы вас там заберем. Если уж хотите именно с нами отправиться на наш джипинг, возим на открытых джипах. Местительность от 6 до 8 человек в зависимости от джипа. Ну, мы набираем комплектуру, конечно же. Стоимость 1300 взрослых, 1100 дети. Это от 5 до 12 лет. Дети до 5 лет, с 3 до 5. Если на ручках, то бесплатно. Ну и, соответственно, смотрите сами. За 3 лет я бы не советовала отправляться в данное путешествие, но если вам не с кем оставить ребенка, мы можем предложить закрытый вариант автомобиля. Не открытый, не УАЗик, а Патриот, но закрытая машина с кондиционером. В принципе, тоже возможно отправиться на все эти точки. Теперь по маршруту. У нас два рейса. Один рейс у нас 9 утра, другой рейс 3 часа дня. Маршрут у нас 5-часовой. За это время мы с вами посещаем Кипарисовое озеро, но которое без воды. Вы сами это знаете. Поэтому мы туда приезжаем, чисто чтобы вы сфотографировались с нашими болотными кипарисами по земле. Раньше можно было искупаться в озере. Было время на купание. В этот раз время пребывания на кипарисах уменьшится. Только для того, чтобы вы сделали красивые снимки, и мы отправились с вами дальше. После кипарисового озера мы с вами едем в Гайкадзор. Там у нас уже будет бесплатная дегустация включена. Дегустируем домашние вина, мед. Без проблем. Если что-то понравится, можно будет приобрести за доплату. А так дегустация бесплатная и включена в эту стоимость. На этом же, в этом же Гайкадзоре у нас мини-зоопарк. То есть там детям будет интересно, пока вы дегустируете, и дети будут у вас увлечены процессом наблюдения красивых, интересных животных. И домашних, и не очень домашних. В общем, разные виды животных. Мини-зоопарк такой вот Гайкадзоре. После Гайкадзоре мы с вами едем на храм святой мученицы, великомученицы Варвары. Вы можете взять с собой пустую баклажку с водой. Точнее, для воды пустую баклажку. А там вы можете к источнику подойти и набрать вкусную водичку. Проверяла на себе вода не тухлая, не воняет сероводородом, а именно вот прям родниковая такая артезианская водичка пьет из этого святого источника. После этого мы едем с вами на русские колокола и по колонной кресле. Вот как раз-таки русские колокола должны вот-вот сегодня-завтра уже появиться, и вы сможете на них также попасть. И, конечно же, самая главная, ключевая наша точка – это ласточки на гнезда. Та самая смотровая красивая площадка, 400 метров над уровнем моря. Изумительные виды, очень красиво и днем, и вечером, хоть на утренний рейс, хоть на дневной. Но скажу так, если вы не любите сильную жару, едьте утренним рейсом. Если вы терпеливо относитесь к жаре солнцепеку, то можете на дневной рейс заказывать. Номер телефона 8-999-605-73-41. Пока что можно записываться за сутки. Ближе к середине июля, я думаю, что записываться лучше будет уже за два дня. Никаких предоплат не нужно, просто нужен ваш номер телефона, ваш адрес, количество человек. Ну и, соответственно, далее мы формируем уже машинки, и с вами связывается непосредственно уже водитель. Он сообщит вам, во сколько надо быть готовым. Ну и если к 9, я думаю, уже без 20-15. В 9 вы уже должны быть собраны на низком старте. Если в 3 часа, то также без 15-20. Иногда бывает, что пока людей всех собираем, то есть проходит немного времени. Поэтому, если вдруг на 15-20 минут задержится водитель, не переживайте, все равно поездка будет 5-часовая. Просто это время компенсируется вам в пути. Но на этом все. Вот такая вот реклама джиппинга. Очень интересная. Я думаю, на днях обязательно именно съезжу, сниму вам этот маршрут, потому что на словах это одно, а в деле это другое. Но если вы вдруг не можете представить, да, что это такое, даже близко, а хочется уже поехать, не дожидаясь обзора, то можете ввести джиппинг Анапы на канале Юра Заровского. Он снимал целый сюжет, посвященный джиппингу. Но единственное будет отключаться лишь озеро. Озеро еще там было полноводным. Там можно было еще купаться, добираться до Кипариса в план. Сейчас только своим ходом, пешочком можно к ним подойти, пофотографироваться. Поплавать уже не получится. На этом все. Давайте с вами замеряем температуру моря. Пойдем окунем в нашу вот такую красивую рыбку. Температура воздуха, кстати говоря, почему-то показывает 27 градусов. Неужели так прохладно? Ну, я чувствую, что жары нет, жара не давит. Все отлично. Сейчас мы с вами зайдем. Я даже сегодня взяла те самые любимые шорты, которым волна не страшна. И море по колену, как говорится. Здесь мы и замеряем температуру водички. Да, волна хорошая на сегодня здесь. Я думаю, что все равно мне придется намочить их чуть-чуть. Видите, я... А, все, все, уже мокрые. А, ладно, уже намочилась. Как обычно, чего только не сделаешь ради вас, друзья. Вот каждый день мучаемся, страдаем. Единственное, что мне сейчас надо убрать будет телефон, а то он у меня прям в карманах шортов валялся. Вот, обувь я там оставила свою, в общем. Идем, идем смотреть вот эту красоту. Вот, видите, я сегодня даже далеко зашла, потому что, ну, смысл, уже шорты мокрые, поэтому что нам делать, давайте купаться. Нет, я полностью, конечно, купаться не буду сегодня, потому что все-таки я не полностью у нас могу сегодня пострадать от воды. Верхняя часть должна остаться сухой. Поэтому вот так вот по колено в воде стою, в шортах своих плавательных. Там вот у нас можно посмотреть людей, сидящих на берегу. Кстати, в воде очень странно, но мало людей, но я вам хочу сказать, что тепло. Прям вот вообще не холодно, вот серьезно. То есть я вот стою, мне кажется, даже больше 22 градусов, потому что, ну, вот прям не чувствуется вот эта прохлада. Особенно, когда вот уже постоишь 2-3 минуты в водичке, вообще все кажется шикарным, теплым, хорошим. Замечательным, просто невероятным. Ух, вот это кайф, вот это волны. Там люди плавают, они, видите, далеко заходят. Ааа, нет, это не должно было произойти. Нет. Что за волны такие плохие? Меня еще обрызгали полностью. Вот как я сегодня в маршрутке поеду? И сегодня буду стоя ехать. Я, кстати, ребят, хотела вам сказать, в прошлом году был очень неприятный со мной инцидент. Дело в том, что я... Выходили девушки на аквамарине с Валеграда, видимо, они ехали. И, видимо, ехали в мокрых купальниках. И даже ролик был посвящен на эту тему в Ютубе. Я села, ни о чем не подумав, на тканевую обивку сидения в маршрутке. И что вы думаете, через 2 секунды я подскочила, чуть ли не матеряя просто все вокруг, оказалось, что сидение мокрое после их купальников. Так вот, друзья, я сейчас даже намочившись, постараюсь идти долго по пляжу, чтобы хоть чуть-чуть подсохнуть, чтобы с меня не текла вода во всяком случае. И я не буду садиться в маршрутке на сидение. У меня есть какое-то уважение к людям, которые будут ехать после меня. У меня есть уважение к окружающим людям, поэтому я и вас прошу настоятельно, если вы вдруг пользуетесь маршрутками после моря. Вот я просто не взяла с собой переодеться сухое белье. Я это понимаю. Я не думала, что я прям так сильно обрызгаюсь, но что есть, то есть. То есть я это понимаю. Я сейчас подсохну так, чтобы с меня не текла вода. И, соответственно, сяду в маршрутку, будто еще не сяду, встану в маршрутку и буду стоя ехать до самого, получается, аквамарина. Потому что я не хочу, чтобы после меня на мое место кто-то сел и потом проклинал меня. Я знаю по себе, как это неприятно и как это больно. Когда ты идешь, и у тебя сзади, извините, вся попа мокрая. Причем ты сел в сухом нижнем белье, то есть даже не в купальнике, ехал не на море. Я помню, что я тогда ехала не на море, я ехала прогуляться. И, посмотрите, как обидно было. Поэтому, ребята, не делайте как та девушка, делайте как я. Если даже мокрые, остановитесь в маршрутку, не садитесь. Если вас еще ехать людям. Давайте я сейчас аккуратненько подниму рыбку. Она уже достаточно постояла в водичке. Или недостаточно. Слушайте, ну 26 градусов показывает. Ну это серьезно. Сейчас я вам покажу. Вот 20. Ну даже 26 с половиной. Я не верю тому, что там 22 пишут. Вода теплая. Она реально теплющая. Вот серьезно. Она не могла, во-первых, так быстро остыть за одну ночь. Вчера было 24-25 градусов. А сегодня, в принципе, тепло. И ночь у нас 23-24 градуса даже ночью. Но 20 градусов это край. Поэтому остыть она, в принципе, не могла до такой температуры за одну маленькую, короткую ночь. Поэтому приезжайте. Вот такой вот пляж, получается, у нас первый проезд. Я мокрая. Уже констатирую факт, какой есть. Буду сейчас идти спокойно вдоль моря. Может быть, сниму какой-нибудь ролик таймлапс. Но выложу его потом уже. Может быть, к вечеру сегодня прогуляюсь по пляжам, которые меня ждут впереди, до Динамо. А с вами прощаюсь на сегодня, на это видео. Всем пока-пока. Нужен джикинг. Номер вы в описании под этим видео. Без проблем. Звоните. Мы уже ездим. Так как, видите, пока я не знала точного маршрута, я не особо рекламировала, чтобы все было слажено и отточено. Я люблю так, чтобы мне не было стыдно и чтобы не было потом вот каких-то недопониманий. Теперь маршрут уже известен. Его откатали, отработали за эту неделю. Поэтому могу смело вас приглашать на джипинг. Также есть дайвинг на 2600 человек. Тоже обращайтесь. У нас единственное ограничение. Это болезни дыхания, которые у вас в острой форме, к примеру. И, соответственно, там астма, например, нельзя. И также до 8 лет деткам мы не погружаем. А так все остальные нюансы обсуждаются индивидуально. Каждый день тоже работаем по индивидуальной записи. Звоните, отправлю вас на дайвинг. Что у нас еще есть? Морские прогулки. У нас есть 7-местный катер. Вы можете как компанией. Так, а арендовать катер для себя. То есть час прогулки на катере стоит 4000 за весь катер. Набирайте компанию и скидывайтесь так, чтобы вам было выгодно. Это действительно будет недорого. Рыбалка тоже есть. Морская 5000 за трехчасовую рыбалочку. Тоже берите компанию. С 6 до 9 утра морская рыбалочка ежедневно. Звоните по записи и по телефону. Потому что, чтобы точно был катер свободен. Без проблем организую. Дайвинг и морские развлечения у нас в Анапе находятся. А джипинг мы забираем прямо с вашего адреса. И везем. И потом обратно также на ваш адрес привозим. Вроде бы всю информацию рассказала. Также продолжают принимать бронирование в 8 доме Мур-Лямур. У нас уже идет хорошее бронирование на август, на конец июля. Поэтому успевайте забронировать свой номер. Потому что у нас действительно уже хорошо. Мы готовим прекрасную домашнюю кухню на заказ. До моря 15 минут. Парали оживает. В общем, реально сейчас все будет налаживаться. И цены у нас также остались на прошлом уровне. На прошлого года. Поэтому звоните. Мы не повышаем ценник в нашем властелом доме. Вся информация по телефону. Высылаю потом видеоролики, сюжеты в WhatsApp или в соцсети. Пишите. Буду рада с каждым пообщаться. Всем пока-пока. С вами была Светлана Азаровская. Ваш гид в мир развлечения Анапы. А также помогаю с расселением в Анапе. Всем пока-пока.